Британцы пытаются понять, как стало возможным еще одно отравление новичком на их территории. Предполагаю, две новые жертвы контактировали с каким-то зараженным предметом. Что это было? Случайность или новое нападение? Все подробности у Светланы Чернецкой. Светланы Чернецкой. Светланы Чернецкой. Я подошел к нему, он был очень милым, но говорил бессвязно. Мы даже и не подозревали, что он уже отравлен. Позже скорая приехала из-за самим Роули. Его состояние резко ухудшилось к вечеру. Вдруг ему стало очень жарко, пот палился рекой. Далее его поведение резко изменилось. Он начал издавать странные звуки. Качался взад-вперед. Казалось, что он в другом мире и у него галлюцинации. Истерджис и Роули попали в ту же больницу, где недавно спасали Скрипалей. А кровь пострадавших отправили в секретную военную лабораторию в Порт-эн-Даун. Там подтвердили, пара отравлена новичком. Сейчас уже известно, этот яд совпадает с тем, который использовали при покушении на Скрипалей. У новых жертв наибольшая концентрация новичка на руках. И главная версия следствия, что пара где-то случайно подобрала контейнер, ампулы или шприц со смертельным веществом, которое, возможно, выбросили еще в марте после отравления Скрипалей. Я думаю, что этот контейнер с новичком очень маленький, поэтому его легко могли не заметить при обеззараживании Солсбери. Поиски этого вещества усложняются еще и тем, что мы не знаем, из чего оно состоит. Все, что нам известно, яд даже после четырех месяцев высоко токсичен. А значит, и сейчас есть риск, что контейнер с ядовитым веществом все еще валяется где-нибудь на улице или в кустах. Сейчас самая важная задача найти место и объект заражения. Во-первых, это поможет понять, что произошло. Во-вторых, данная улика станет настоящим сокровищем расследований. О новичке стало широко известно после отравления Скрипалей. Это нервно-паралитическое вещество, которое блокирует сигналы нервной системы. По сути, останавливает работу органов. Его разработали в 70-80-х годах в Советском Союзе. На тот момент уже действовала конвенция ООН по запрету изготовлять и применять химическое оружие. В СССР решили запрет обойти. Расследование дела Скрипалей установило, что яд был изготовлен в городе Шиханы Саратовской области. Там находится военный научно-исследовательский институт. Но Москва отрицает какую-либо причастность к отравлению и уверяет, что уничтожила все запасы новичка. Это совершенно недопустимо, чтобы наши граждане становились намеренно или случайными жертвами, а наши улицы, парки и города – свалкой для ядовитых веществ. Пришло время, чтобы Россия выступила и объяснила, что произошло. Над новым отравлением работает более ста детективов контртеррористической полиции. И, конечно же, продолжается расследование покушения на Скрипалей. Лондон обещает усилить санкции против Москвы. В прошлый раз состоялась большая высылка российских дипломатов. Более 25 стран, кроме Британии, это США, Украина и Германия, отправили домой сотрудников посольства России. И уже точно известно, что вопрос, что же делать с Москвой, поднимут на саммите НАТО на следующей неделе. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности недели. Британское бюро телеканала Интер.